Всем здравствуйте, меня зовут Южек Лонтон и это очередной выпуск Ответов на вопросы. Следующий вопрос задает Виталий Иванов. Добрый день, расскажи пожалуйста последствия от приема АЭС в возрасте полового созревания от 15 лет. Сейчас очень много подростков, которые начинают курсить в раннем возрасте и довольно популярная тема. Что скажете об этом? Честно говоря, я не работаю с подростками и не особо я слежу вообще за тем, что там происходит у них. Чаще всего работаю со спортсменами и не спортсменами, а возрастными людьми, которым нужно восстановить уровень тестостерона. Что там будет действительно с подростком, я вам не могу сказать с практики. Я буду просто размышлять и все что я скажу, это скорее всего просто мои предположения. Первое, это надо понимать, что в подростковом возрасте очень сильно идут гормональные изменения. Там очень сильно повышается гормон роста, тестостерон. И собственно из-за всех этих скачков часто у подростков даже идут определенные кожные изменения, акна и все остальное. Именно это из-за гормона. Это не из-за печени, как многие думают, а именно из-за гормона. Поэтому следует даже понимать, что когда подростки там садятся на диету, они там правильно питаются, у них все равно остаются разные там кожные изменения. И пока у них не стабилизируется работа эндокринной системы, они у них не пройдут. Значит в этом возрасте активно формируется эндокринная система. И желательно конечно в эту эндокринную систему именно сейчас не влазить. К чему это может привести в будущем? Ну в будущем я предполагаю, что это может привести к тому, что эндокринная система сформируется неправильно. Ну грубо говоря, в перспективе у вас там должен быть уровень тестостерона 30 нмоль. А вы вмешиваетесь и повышаете там уровень тестостерона, яички в тот момент, когда они должны формироваться, они вообще отключены, они не работают. Вы повышаете искусственный уровень тестостерона, начинает повышаться эстрадиол. У подростков это гинекомастие очень часто повышается из-за гормональных изменений. А если же принимать тестостерон, в таком случае шанс к гинекомастии возрастает очень сильно. Именно поэтому я бы не рекомендовал вмешиваться в эндокринную систему в молодом возрасте. Также есть такой момент, что несмотря на то, что эндокринная система скорее всего будет восстанавливаться очень быстро, но возможно этот курс приведет к каким-то изменениям, которые в будущем в принципе не должны были быть. И в отличие от возрастного мужчины, у которого эндокринная система уже сформирована, и в принципе понятно до какого состояния ее восстанавливать, у подростков вообще в принципе все это относительно непонятно. И вообще подростки и так очень хорошо прогрессируют в плане роста результата, как набора мышечной массы, так и роста спортивных результатов в силе, либо силовой выносливости. Поэтому в этом возрасте необходимо просто тренироваться, а не принимать стероиды. Если, к примеру, человеку 15 лет, то вряд ли у него там за плечами 5 или 10 летний тренировочный опыт. Поэтому, собственно, даже этот курс он толком не сможет реализовать в плане набора мышечной массы. Вряд ли у него есть относительно много средств для того, чтобы он правильно питался, там нанял тренера, употреблял спортивные добавки и тому подобное. Поэтому этот курс, он будет неэффективен. Плюс второй момент, который упирается, естественно, в средства. Не будет относительно много средств, скорее всего, делать анализы, делать послекурсовую терапию и тому подобное. Чаще всего курс такого 15-летнего спортсмена, так сказать, он заключается либо в приеме просто какого-то тестостерона, чаще всего какого-то самого дешевого, а, наверное, в 90% случаев это какой-то самый дешевый метан без послекурсовой терапии. Что, собственно, приведет к очень большим негативным изменениям в организме. Даже возрастные мужчины, когда не делают послекурсовую терапию после таких препаратов, как метан или туринобол, которые они употребляют соло, то у подростков будет все еще хуже. Короче, ни в коем случае нельзя принимать стероиды до 21 года. До 21 года дождались, потренировались, сформировалась у вас уже там эндокринная система, у вас уже закончилась фаза роста костей, сформировался организм, и если вам сильно хочется, уже употребляйте стероиды. Но до 21 года этого делать нельзя. Следующий вопрос задает Андрей. Джон Джоханссон. Антон, а верите ли вы в гепатопротекторы? Частенько их употребляете как рабочие препараты. А в Спортфике написано следующее. Необходимо подчеркнуть, что ни один из гепатопротекторов не представлен в фармкомпаниях стран Северной Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии и не включен в клинические рекомендации. В англоязычном интернете информация по гепатопротекторам очень скудная, поскольку на Западе они не распространены. Это связано с тем, что гепатопротекторы имеют очень слабую доказательную базу. И при серьезных отравлениях эффективность не очень высока. ПС вы там в Спортфике числитесь постоянным экспертом. Да, это очень давно. Спасибо, что упомянули. Я в Спортфике действительно числюсь экспертом. Собственно, по гепатопротекторам. За свою практику я употреблял гепатопротекторы очень-очень много раз. Я постоянно, даже уже давно не употребляю стероиды, прокалываю относительно, ну такие не тяжелые курсы гепатопротекторов два раза в году, по 10 уколов. Это могут быть такие препараты, как эссенциали, либо гутергин с театризолином. Такой препарат, как гептрал, я в принципе не колол, так как у меня не было серьезных нарушений никогда работы печени. Теперь по поводу эффективности данных препаратов. Я всегда сдаю анализы, биохимию, так как у меня есть возможность сдавать ее относительно дешево, я ее сдаю относительно часто. И при повышении АСТ, АЛТ и билирубина, после курса гепатопротекторов, эти показатели падают очень сильно. И постоянно, и это не разовые какие-то там сбои в лаборатории или тому подобное. Я все время сдаю эти анализы. И действительно при приеме гепатопротекторов анализы очень хорошо улучшаются. Это во-первых. Во-вторых, несмотря на то, что я не люблю, когда мне рассказывают про свое самочувствие, но самочувствие от гепатопротекторов действительно очень сильно улучшается. Улучшается аппетит, человек лучше спит и тому подобное. Действительно, гепатопротекторы работают. Также у меня есть очень хороший друг. Он доктор. Вы его можете часто видеть. Он все время меня страхует. Мы очень-очень долго с ним тренируемся. Это человек, который, в принципе, работает постоянно с анализами. И очень часто использует такой препарат как эссенциале. Собственно, именно его практически всегда он и рекомендует. И непосредственно со своей практики он много раз мне говорил, что гепатопротекторы очень-очень хорошо работают. Это видно как и с практической точки зрения, то, что поправляются пациенты, но и с той точки зрения, что... Ну и по анализам тоже очень сильно улучшаются анализы. Поэтому гепатопротекторы, они работают. Почему они не распространены на Западе, я понятия не имею. Вон на Западе распространена гемоопатия, которую они там пиарят, и у них там миллиарды долларов оборот. Хотя при этом гемоопатия абсолютно не рабочая. Поэтому делайте сами выводы. Если вы считаете, что гепатопротекторы не работают, вы можете их не колоть. Если вы хотите проверить, работают они или нет, сдайте стелтабилирубин, проколите курс, потом сдайте через месяц снова. Посмотрите, в каком состоянии будет находиться у вас печень до и после приема гепатопротекторов. И вы убедитесь в том, что гепатопротекторы работают. Собственно, это все ответы на сегодня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на YouTube, так и у меня в группе ВКонтакте. Также заходите на сайт Uiron, там много интересной информации. Заходите ко мне в Instagram, там я публикую видео с своих тренировок. Также отвечаю иногда на какие-то короткие вопросы. Также тренирую людей дистанционно и провожу консультации. Всем спасибо за просмотр. До свидания.